Шана Това, друзья! Хорошего сладкого года с программой Дольче Вито. У микрофона я Виктория Долинская, за пультом звукооператор Дрора Ротштейн, музыкальный редактор Таня Барская и продюсер Мила Сталинская. В начале Нового Еврейского года хотелось бы, чтобы в эфире у нас был кто-то, для кого началась какая-то новая страница в жизни. И поэтому я пригласила в эфир Анну Фатахову, молодую киношницу, скажем так. Привет, Анна! Привет! Актриса и автор комедийного сериала, но это не просто сериал, а интернет-сериал, то есть он идёт в Ютубе, главными героями которого стали люди, которые пережили, будучи студентами, то, что переживаем многие мы, израильтяне, это австрены. Это чрезвычайная ситуация. Называется этот сериал Мирхав Муган, ну, мы перевели это на русский язык, как «защищённое пространство», и в этом очень много смысла, как молодые люди ищут это защищённое пространство. Аня, во-первых, поздравляю! Спасибо большое! Много ли просмотров набрала в комедийный сериал? Честно, много. Первый эпизод уже 22, не, даже 23 тысячи людей смотрела, последние 27, значит, остаются до конца смотреть, так я очень рада. И всё мы это делаем сами. Так, если вам понравится, и людям, которые нас сегодня слушают, пошлите друзьям, семье, это нам очень помогает. Я хочу, чтобы много людей это увидело. Что касается тебя, я сразу скажу, говоришь ты по-русски. Прекрасно, благодаря своим родителям, хотя приехала в очень юном возрасте. Да, я приехала сюда в 5 лет и ходила на русский язык к учительнице Брони в Бершеве. И она у меня даже... у нас были стишки Пушкина, я даже помню до сих пор стишок. Там в России я не ходила в садик, это всё я научилась в Израиле. Да, то есть ты русский, можно сказать, забыла бы, если бы не твои родители и не учительница Броня. Да. Которую сейчас передать спасибо. Вы приехали в Бершеву, репатриировались из Средней Азии. Да, мы приехали в Узбекистан, сначала в Хадеру, там 3 года были. В север, потом в Юг. А потом в Бершеву, да. И там было много русскоговорящих. Ну, хотя мы были именно русскоговорящие, которые говорят между собой на иврите, поэтому родителям было важно, чтобы я не забыла русский язык, чтобы я умела писать, читать. И до сих пор я умею. Вот это тоже к тому, что мы называем сейчас полуторным поколением. И очень здорово, что в последнее время, правда же, появилось немало таких форматов, героями которых стали вот такие ребята, как... Я рада, что в последний год сейчас и в Канн Хадостов тоже есть сериал. И в моем сериале тоже мне было важно показать свою русскоговорящую семью. Причем там ты играешь сам у себя. Да, я играю сам у себя. Это не совсем я, но и немножко... Не совсем ты. Это как я, только экстрим, скажем так. Доведённый вообще это же комедия. Да. Поэтому можно понять, что там всё доведено, да, до некого даже абсурда немножко. Да, а парень, кстати, это мой настоящий муж. Он тоже актёр, и он играет моего там друга, но это мой муж. А в жизни он уже муж. Уже муж, да, значит, остался, всё в порядке. Его немножко в начале семья не так принимала, но сейчас уже 10 лет привыкли. Привыкли, потому что он не говорит по-русски. Он не говорит по-русски, он не русскоговорящий. И так и не стал говорить, ты его в кружок не отдала и к Броне не отправила. Нет, вот знаете, несколько слов, когда мы про него разговариваем, он понимает что-то про него, но... Как родилась идея вот создания этого материала? Я всё время, где я училась, меня бомбили. Я училась в Сапире. Вы кляли Сапире, это колледж Сапир, находящийся рядом с Аждиротом. Да, и там ещё бомбили до того, как была у Ферритету Какту, помнит. Это только в начале 2000-х годов. Да, бомбили именно нас в Сапире очень сильно. И там вот эта идея у меня проявилась. И когда я учила уже быть на актрису в Гудмане, это школа, которая в Бершеве, там нас очень учили, что надо самим всё делать, делать сами спектакли, сами писать. И там вот эта идея у меня проявилась, что я хочу об этом написать, потому что там тоже нас бомбили. Был Цу Кайтан, был Шума Рахомот, когда мы хотели, как назвать, Махазе Хадаш. Новый спектакль вы ставили, да? Да, и как раз нас бомбили. Это нас в премьере, да? Да, и нас бомбили в это время. Это вот эта непростая ситуация, которая понятна только тем, кто это пережил. Когда ты молодой человек, но и в любом родстве хочется жить, особенно когда речь идёт о юных людях. И каждые несколько минут сигнал во имя тревоги. Да, и из-за того, что это всё время происходит, это не какой-то фрагмент, и ты об этом забываешь, это ты должен продолжать жить. Это не то, что сейчас ты можешь остановить жизнь и будь только в этом, прятаться и не продолжать жить. Я учусь, это уже второй раз, что со мной это происходит, и я не останавливаю свою учёбу, то, что я хочу достигнуть, свою любовь. И об этом сериал, что в Израиле такая жизнь, и мы продолжаем жить в экстремальной ситуации. И мы учимся радоваться даже в ситуации, которая к этому не располагает, скажем так. Я не думаю, что в мире есть ещё комедия, которая говорит так о войне. Ты видишь войну, ты видишь страх, но ты видишь и комедию, и смешные ситуации, и разные люди, которые вместе друг к ним находятся. Но, наверное, ты сталкивалась и с тем, что юмор, такое отношение, оно помогает справиться со стрессовой ситуацией. Да, и я вообще выросла на юморе, на французской... Откуда это? Французские все фильмы, которые любили. Я тоже люблю французскую комедию. Герар де Пардье, Пьер Ришар, выросла на этом... Ну, блондинчик вот это... И, конечно, Операция И. Кстати... Да, не имеешь отношения к французскому кино. Ну, например, в Операция И есть, когда они потеряли сознание в конце, ну, который грабили... они там потеряли сознание в конце, так я сделала, типа, как у Маш называется, что я взяла эту сценку, и что-то у меня есть в третьем эпизоде, что-то похожее. А-а-а, ты сделала, да, вот в третьем эпизоде третьей серии, да, этой мини-серии? Да, это что-то... Один фрагмент, это оттуда, как будто это мне дало идею, как закончится серия. То есть нужно смотреть этот фильм, изначально понимая, что это комедия. Да. Чистой воды комедия, да, иногда даже такая экзальтированная, скажем так. Я из нашей школы экзальтированная. Ну, надеюсь, это хорошая вещь. Да, это издержки того, что русский это выученный язык, да? И, честно, у меня есть кассеты, что я разговариваю с папой, когда он еще был жив, и я говорю очень хорошо. Я была... Когда мы приехали, я была спец по русскому языку, ну, конечно, за пять лет и очень быстро начинаешь говорить на иврите. Да, школа. И забываешь, и я просто так хорошо говорила на русском, хорошо, что... Но тебе, видишь, сейчас это помогает. Да, и сейчас я с вами разговариваю, вдруг у меня все это возвращается. Прекрасно. И для съемок ты, в общем-то, должна была привлечь тех, кто в тебя поверил. Да. Это не просто снять свой первый, даже мини-сериал. Нужно же найти тех, кто поверит тебе. Да. Я думаю, что это сила, правда, этого сериала, что с самого начала я верила, что это возможно, потому что, правда, очень много актеров. Вы видели, очень много. Очень много актеров, да. Там массовые сцены такие, да, вот вечеринки под обстрелами. Да, что все друг друга там бьют тоже. Это тоже в Израиле, такого не было. Большая такая сцена, что это называется... Потасовка такая. Да, потасовка. Спасибо, да. И это было тяжело снимать. И собаку мы взяли, тоже снимали. И я просто встречала, например, фотографа, режиссера, с ним разговаривала, рассказывала вам идею. Актеров, которые со мной на юге учились, они меня очень верили, им понравилась идея. И всем понравилась, правда, это посред, сценария. Понравился сюжет. Да. Да. И сюжет этого сериала. Да. И все верили. Кто-то должен был дать на это средство, чтобы это стало реальностью. Да. То, что мы сделали, мы... Это называется проект ГМАР университета Тель-Виз. Это каждый студент, чтобы закончить... А, то есть дипломная работа Тель-Визского университета. Да. Какого факультета? Кино. Кино, да. Так, оттуда я познакомилась с Резессером, и мы вместе это все подняли. Они дали нам оборудование. Остальные деньги мы сделали Гьюсом университетом. Когда ты... Обращаешься через социальные сети, да? Да. Да, и кто хочет, может так дать какие-то деньги. Но в основном это я и Резессер между нами разделять это... Свои деньги мы вложили в это. Потому что в конце, когда ты веришь в какое-то... Ты так хотела снять. Да. 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 как мы это вложили сами, эти деньги. И мы правда снимали почти 20 дней. 20 дней? Да, это очень много. Мне казалось, что это мало для такой работы. Снимали, а потом еще монтировали. Монтировали 2 года. 2 года? Да, и в основном первый эпизод там и Аль Сиби сделала нам, второй, третий я, а четвертый Оксана тоже девочка очень талантливая. Да, ну а ты привлекла туда и профессиональных актеров тоже. Да, все актеры профессиональные, которые со мной учились. Но папу с мамой играют актеры, которые с тобой не учили. Нет, они нет. И не папа с мамой это. Да, они правда не папа с мамой. Мне было очень важно, что все были актеры. Даже самые маленькие роли, даже кто слово говорит, это актеры. Мне было это очень важно. Я хотела, чтобы это было очень профессионально. И я думаю, что это сказывается, потому что люди мне говорят, что они очень верят этому и им очень нравится сериал. Скажи, пожалуйста, своего рода это все-таки некая такая и попытка излечиться от посттравмы, потому что пережить вот то, что вы там пережили, будучи студентами. Военно молодые люди переносят это проще. Я думаю, что вообще юмор это у меня средство, чтобы быть веселее в этом мире, потому что я вообще приехала в Израиль из-за некой другой причины, чем другие люди. Мой папа болел раком, кровью, лейкемия. И правда, Израиль ему дал шанс жить. Он 15 лет благодаря то, что его здесь лечили, он жил и он был очень радостный человек. Он все время... Оптимистичный, да? Очень. Я помню, что даже в больнице ему привозили компьютер, он сидел и работал. И все время он смешил всех, танцевал, пел. У меня даже есть видео, что с ним. И вот это меня очень вдохновило. Комедию. Именно меня интересует комедия. Потому что жизнь уже тяжелая, мне хочется что-то веселить людей. Да, то есть у тебя это не угнетает, а наоборот. Да. Оптимизм всегда дает возможность жить легче, скажем так. Это не розовые очки на глазах, а действительно способность преодолеть реальные такие сложности. Вот из того, что ты в этом сериале показываешь, да, то, что ты, тот сценарий, который он сказал, что реально имело место в жизни, а такое выражение лица, жалко, что вы не видели. Кто увидит первый эпизод сразу захочет узнать, если это было или не было. Я могу сказать, что у меня правда есть собака, которую зовут Томми. И я не расскажу, что есть в первом эпизоде, но расскажу, что произошло с моим мужем по правде. Как-то он пришел к нам домой, и мы все время прятали Томми. Мы ему говорили, что Томми не всегда хорошо реагирует на чужих людей. Но в этот раз, когда он пришел домой, Томми как раз гулялся с моим братом. И как раз мой брат зашел в квартиру, и я говорю, можно его отпустить? Мне кажется, все будет окей. И мой брат его отпускает, и Томми, не ждя, побежал со всей силой в Ницана в одно место. Я не скажу, вот я. Ну, понятно, куда не надо было. Да, и Ницан стоял, а в другой момент он уже лежал на полу. И так он встретил мою собаку Томми. Да, да, да. То есть он уже лежал на полу. Я не успела оглянуться, он уже был на полу. Понятно. Какой кошмар. Сегодня Томми уже ему 14 лет, он уже старенький, но... Но помнит о том, как он сразу отметил его избранника. Ну да, там вот несколько такая сцена, как я сказала, несколько экзотированная, вот это я имела в виду, когда начинаешь смотреть этот сериал. Но правда, Томми все время пытался на него нападать. Ну, именно это и была жизненная, правда. Да, по-моему, в жизни даже было еще похлеще. И, конечно, как принимают родители Ницана, он не русскоговорящий, так это немножко утомляет иногда, что ты должен говорить на еврите. И в этом я тоже видела комедию в разные ситуации, которые были в нашем доме. То есть родители это утомляло? Немножко утомляло. Это хорошее, красивое слово. Ну, 10 лет они уже... Уже они такие... Теперь уже все привыкли к друг другу, скажем так. Вообще, снимать фильмы это было твоей мечтой, иначе ты не пошла обучиться на... в Сапир, да, Михалилит Сапир? Или ты училась там на актерском отделении? Нет, в Сапир я вообще училась быть журналистом. А, вот как интересно. Дело новости. Да, да, да. Тогда было такое отделение, что мы делали новости, как обычные новости. Журналист-новостник. Да, делала всякие... Ну, новости, То есть ты хотела, хочешь сказать, что ты хотела быть журналистом? Я тоже не знаю, если я это хотела, и, честно, это было так спонтанно, я как-то видела, что ищут... Ну, что есть открытый день такой, приехать в Сапир, и мне так там понравилось, и я просто записалась, и мне так нравилось учиться, я не знаю, если все думают, что я как сумасшедшая, но я правда так возвращалась, и говорят, вау, сколько я научилась сегодня. Так я узнала нового, да? Да, было очень интересно. Ты сейчас любишь учиться? Я всегда люблю учиться. Чему ты учишься сейчас? Сейчас, честно, что я так люблю учиться, пришло время делать, и... Ты учишься делать, учишься применять на практике, то, что ты уже выучилась? потому что я училась, и быть на актрису, и училась... А в Гудмане ты уже училась, в Гудмане ты уже училась на актрису. Да, а потом меня приняли в Ульпан Эрцелле, это такая хамама, я не знаю, как она на русском, типа... Теплица. Теплица, там свой сериал про свою семью, русскоговорящую. Тоже есть сериал такой? Да, есть сериал, что есть первый эпизод, может быть сейчас правда, если... ну я советская, так может быть это наоборот, как... Советская. Советская. Так есть, что много сериалов про ортодоксин, так может быть сейчас такая эра, что про русскоговорящих, так может быть и... есть место еще одному сериалу. Видишь, эта идея витает в воздухе, да? Создавать, просто подросло вот это поколение ваше, да, я еще... Это трианток всех лет, полуторное поколение, которое сейчас полностью интегрировалось в израильскую, действительно, это и создает... И еще это я еще писала давным-давно, это правда, еще во время Гудмана у меня было типа пьесы на этом, что связаны с моей семьей. Сейчас меня слышно, хорошо? Да, да, мы все хорошо слышим, и потом вот то, что в теплице я была тоже, у меня уже был первый эпизод, и сейчас я хочу вернуться к этому, потому что я думаю, что есть место для еще... как называется? Скажи на еврейский, я переведу. Есть место для еще одного произведения, которое касается... Даже не одного, я... Вот это вообще, когда я царю, мне добрый русский, чтобы они делали... Да, ты хочешь, призываешь всех репатриантов, говорящих по-русски, всех говорящих по-русски, да, и женщин, да, чтобы больше узнали, действительно, о той ситуации, которая, да, и действительно, в семье, вот, которая оказалась там на юге, да, и подвергалась обстрелам, наверное, тоже, да, и крещение еще и репатриантов, это называется. Это особая нагрузка. И, кстати, в разных местах есть разные, как это называется, ситуации. В юге это немножко другие русскоговорящие, чем других городов. Что отличает? Я думаю, что когда я туда приехала, я не чувствовала другой, потому что у нас было очень много людей, которые переехали в Баршеву. у нас была огромная группа русскоговорящих, так это, ты окружен другими русскоговорящими, это немножко друг, ты чувствуешь себя по-другому, чем в других местах. Я не чувствовала там, руссия, мосриха, наоборот, у нас была сила, и я думаю, что это другой рассказ. Это другая история, уже скажешь, другая история, да, другая история, да, да, и у нас и рестораны русские были, и дискотеки русские, и совсем... Да, в Бершеве. Да, в Бершеве. Это геават яхида, можно сказать. Что-то и... Гурдость такая. Да. Ну, то есть вы уроды называли это еще и гетто? Я не чувствую, что гетто, потому что у меня были свои разные друзья, но мы не стеснялись того, что мы... А вы не стеснялись, потому что очень многие из твоих вот свердников, из тех, кто подлежит полуторную коленеру, сказали о том, что они очень хотели скрыть, а у меня наоборот, я думаю, кто из Аждода, кто из Бершевы, кто из юга, кто из Димона, из городов, где было много. Много, это другое чувство. Я не чувствовала, что я хотела скрыть. У нас такого не было. У нас наоборот была ехип Агри. Вы жили как бы в двух... две среды, в которых вы живете. Да, и не стеснялись этой среды. Так это другой рассказ немножко. Но сейчас ты жительница Тель-Авива, а это город особый. Здесь все из всех мест. Да, отовсюду, да, и ты становишься Тель-Авивистами. Сколько лет в Тель-Авиве уже? Восемь примерно. Да, достаточно, и стаж у тебя. Ну что ж, сейчас ты работаешь вот над продвижением нового проекта. Да, я пишу сейчас фильм тоже с другой девочкой. С еще одной девочкой? Да, тоже, коллегой. Коллегой, она тоже актриса и пишет это фильмы. Я не могу много сказать, потому что... я буду делать спойлеры. Да. Ну, по крайней мере, как актриса, ты тоже себя реализовываешь? Да. Занимаешься ли ты где-то еще? Я до сих пор делала много реклам, и я чувствовала, что... Вот твое лицо мне было очень знакомо, когда я встала смотреть сериал, и поняла, да. Спасибо. Но я чувствую, что еще, хотя есть изменения к лучшему, но я чувствую, что русскоговорящих еще берут на роль, которая мне не очень нравится. Хотя в последнем годе к лучшему. В последнем году, да. Да, я скунула. В последний год лишь к лучшему. Изменения. Да, до этого это были каширсы, там, всякие женщины легкого поведения. Если посмотреть произведения израильские, и бумажки, посмотреть, кто играет... Потому что сейчас создают эти произведения те сами, кто... Да. Из этих двух сред, как ты сказала. Слава Богу. Да. И я надеюсь, тоже быть из этих людей, которые будут делать произведения, где русскоговорящие, это не просто там каширца в супере, или какая-то женщина легкого поведения, что ты можешь играть инженер, и... урхдин, адвоката, и судил, и кого хочешь. И это не какой-то... Ищешь... Потому что есть уже такие, на самом деле. Да. Играть можно их. Да. В жизни мы везде, и очень образованные люди, и я не думаю, что по телевидению должно быть по-другому, чем в настоящей жизни. Что бы ты хотела пожелать себе и нашим радиослушателям вот в новом, в ближайшем году? Конечно же, чтобы вы смотрели Мирхав Муган. Как бы сказала Аня, да? В Ютубе. И желаю, чтобы... Кто мечтает что-то достигнуть, и какие-то свои мечты, не бойтесь. Мечты могут сбыться. Надо немножко поработать, но это может... Можно сбыть мечты. И я добавлю еще, что нужно быть все-таки оптимистом. Как Аня Анна Фатаховна, напоминаю, автор сериала, мини-сериалы, и это интернет-сериал под названием Мирхав Муган или защищенное пространство. Так что, не выключи защищенное. Счастливо в Мархате Матова. Пусть бываются мечты. Спасибо большое. Немножечко музыки, и мы продолжим программу Дальче Вида. Да? Ну, по-моему, да. Да, хорошо бывает. Да, да, да. Отдыхаем.